Хороша Здравствуйте! Вы смотрите программу о дачной жизни. Мы продолжаем осуществлять загородную мечту практически любого горожанина. Все, что вы хотели узнать о даче, но не знали, у кого спросить. Я, Дмитрий Николаев, ведущий программы, но самое главное, я начинающий дачник. И вместе с вами я буду решать те же самые задачи. Но мы теперь не одни, у нас есть помощники-профессионалы. Хорошо. Как ни странно, в какой-то момент с дачи лучше уехать и собраться в теплой дружеской обстановке за чашкой чая и обсудить дела наши скорбные. Илья Фролов и Федор Власов – строители очкарики. Придумки дизайнеров для них не наказание, а дополнительный интерес в работе. Важные качества. Трудолюбивы, внимательно, аккуратны. Более того, в отличной физической форме. А значит, высоко продуктивны при работе как на открытом воздухе, так и в помещении. Яна Готчева и Ольга Кульбачко. Трудоголики. Даже в детстве строили шалаши, чтобы в них играли другие. Для Ольги и Яны дизайн – это любимая работа, хорошая зарплата и удовольствие от творчества. Делают как масштабные проекты, так и интерьеры загородных домов. Важные качества. Инициативные, креативные, способны конструктивному общению. Затевая масштабную перестройку своей жизни, необходимо все как следует обдумать. И тут первая неожиданность для дачника. Первое – нужно разрушить. Все, что нужно. Да, то есть нужно дорушить. Да, да. Чтобы начать уже конструктивные действия по сбору. Да, это тот разговор, который у нас был, что сначала кажется, что это вот эта мечта, буду жить этой мечтой. Про какой-то время. Приезжаешь, и каждый день тебе становится хуже и хуже. Это еще только начало. Да, да, разве это мечта? Разве это была моя мечта? Нет. То есть мы доразрушаем. Да, и мы смотрим, чтобы у нас саморазрушение потом не произошло. То есть с точки зрения, все-таки дом сделанный, я еще раз говорю, без проверки. Без совести. Все. Выдержать камеру, посмотреть, что будет? Нет, это будет. Понять. Вот. Мы просто, когда мы делаем все демонтажные работы, мы поймем, что, какие узлы требуют доработки. Внимание! Слабонервных просим отойти от экранов телевизоров. Такого вы не увидите ни в одной строительной программе. Что происходит, когда вас нет на объекте? Ломать не строить, но после и перед, в разрушенном промежутке, необходима консультация инженера. Вот у нас там большой-большой вопрос. Дизайнерские предложения. Вот здесь, вот эти подпорки. Да, использовать именно вот это пространство еще. То есть, а мы, глядя на эти стропилы, как-то... На них страшно смотреть, но вы стропила. А вы сейчас собираетесь под подпорки. Вот. Вот о чем мы и говорим, что мы поэтому так дизайнерам и сказали, что как-то не хочется их выбирать. На самом деле, строительство строительства не сомнительное. Я бы подпирал здесь, в первую очередь. Хорошо, когда работают хорошие специалисты, строители и инженеры, которым вы доверяете. Уважаемые дачники, прошло то время, когда строили из того, что было, не соблюдая норм и правил. Помните, это ваша жизнь. А мы хотим, чтобы жизнь была долгой и счастливой. Если подходить к постоянному жилю, надо уже здесь смотреть, что нам говорят нормы, как это нужно строить. Особенно вот это важно для домов, от которых надстраивают. В качестве чердачного помещения начинается использовать чердачное помещение как жилая комната. Соответственно, увеличиваются нагрузки. Если какие-то переделки идут, делаются отверстия в стенах, проемы какие-то пробиваются, в перекрытиях, то здесь уже напрямую начинает затрагиваться несущая способность здания и устойчивость. И это уже, скажем так, иногда все это дело чревато. Как говорится, может быть нанесен непоправимый ущерб при его эксплуатации, здоровье и жизни даже людей. Так что в этом плане, мне кажется, нужно все-таки, чтобы люди, которые разбираются в этих делах, нормально обследовали здание и дали или проектное решение какое-то, или хотя бы письменные рекомендации, что можно в этом здании делать или что нельзя. Наша дача не худший и не лучший вариант постсоветского загородного искусства. Фундамент осадки не дали, стены стоят ровно, вроде так вот, сруб сам, ну, в таком состоянии, скажем так, удовлетворительном. Так для этого здания, ну, рекомендуется, что фундаменты и стены оставить, но разобрать перекрытие, чердачную, стропильную систему, нарастить стены под нормальный габарит, хотя бы 2,50, чтобы был в чистоте, и выполнить нормальное перекрытие и нормальную стропильную систему, которая будет являться мансардой. Пока строители, инженеры, дизайнеры ломают дачу и головы, как ее потом отстроить заново, самое время озаботиться и красотой в натуральной ее форме. Кто-то выращивает на даче клубнику, кто-то яблоки, кто-то картошку, кто-то далек от огорода, но любой дачник на своем участке хотел бы видеть цветы и покрасивее, и побольше. Елена Савченко – профессиональный садовник. Когда вы еще только думали, что посадить на даче, она уже занималась растениеводством со знанием дела. Автор и ведущий первой загородной программы на карельском телевидении «Наша северная дача». Важные качества. Любит сад, уверена, что человеку нужна природа, и верит, что природе тоже нужен человек. Очень здорово, что появился дачный участок, потому что в условиях Карелии это просто, ну я не знаю, абсолютно обязательно, я думаю, для любого жителя, который хочет полноценной жизнью жить. На самом деле Карелия – не такой плохой регион для выращивания очень многих вещей. В частности, даже если совершенно новый дачный участок, то правильно первым делом обратиться, конечно, лучше всего специализированный какой-то магазин. Сейчас дачный сезон, хотя, конечно, понятие дачного сезона уже смещено, он, наверное, круглогодично уже, большая часть. Ну, наверное, да. То есть все равно как-то что-то готовят, что-то делают. Но, тем не менее, вот с точки зрения посадок, он и только начинается сейчас? Ну, с точки зрения посадок в открытый грунт, да, он начинается уже сейчас практически, потому что в некоторых районах уже снежного покрова практически нет, и почва фактически оттаяла. В этих условиях можно начинать уже многие посадки. В частности, рано надо пересаживать, такие культуры, как крыжовник, потому что малина быстро трогается в рост, потом при открытой корневой системе сложное приживание будет. Вот, неплохо и смородин. Вообще все растения лучше пересаживаются по зеленому контуру, когда лист еще не открыт. Сейчас речь ведем, еще раз хочу подчеркнуть, об открытой корневой системе, когда вы выкопали там с грунта и будете пересаживать. Если вы приобретаете посадочный материал в горшке, то есть закрытую корневую систему, то такой материал можно сажать и с листьями, и с цветами, и с яблоками. Тут разницы нет, потому что корень, в данном случае, корневая система целая. Эта посадка допускается и в летние, и в осенние, и в зимние месяцы. Я хотела предложить джентльменский вариант, самый простецкий. Вот пришел, ничего не знаю, хочу что-нибудь иметь. Наш вариант, да. Самый простой вариант, можно сделать очень простой такой способ. Посеять безрассадные какие-то цветы, потому что, как я предполагаю, с рассадой возиться, но вы не будете, очевидно. Ну, пока нет. Да, или там на уже такой, если очень сильно захотелось, вы можете приобрести готовую рассаду, которая с мая месяца уже с середины будет торговаться. Тоже здесь? Тоже будут у нас, да, на участке. Вот, но есть целый ряд культур, культур, причем красивых, достаточно, которые прекрасно украсят ваш сад. Вот, и очень легких выращиваний. Я бы предложила для этой вот такой посадочки выбрать различные виды календул. Смотрите, календула фиеста гитана. Очень интересная, на мой взгляд, цвета разной вити и смесь. И смотрится она махровая полностью календула. Плюс все календулы лекарственные растения. То есть они еще и в этом смысле, они вредителей отпугивают. Достаточно разбросать в грунт, и будет у вас цветение уже в этот же год. Пожалуйста, индийский прицел. К этой же группе относятся различные виды васильков. Вот, все виды тут и сиреневые, и розовые. Пожалуйста, ярко-красный, синий. Тоже культура очень легкая. Можно, если хочется в цветах, можно красный, можно желтый. Смотрите. Берешь, открываешь пакет, просто... Просто отрезаете пакетик и разбрасываете, да. Причем холодостойкие культуры сеять можно очень рано. Они вам послужат уже фоном таким тёстреньким уже там в первой половине лет. Пока достаточно. Пока любуемся красочными пакетиками с семенами и чертежами, планами будущего дома. До встречи на даче. Хорошо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok